ну на функцию вот это можно саш откуси блять это откуси еще не будет этого да не нормально очень распространено им говорим и ходе вообще не реагирует упаковано под вакуум от увидишь все одна будет искрыта там внутри лед но уже раз герметизе как она даже написано но я не вижу что там вакуум написано ну вот я посмотрел вот посмотрел вот это вот вакуум уже должен быть нам а мы самой этой смотрим до написано упакована под вакуумом вакуумная упаковка 4 зачем еще вакуумная вот эти вакуум да я вас вижу что а я и ни хрена ничего не читаю ты туда воздуха накачал да я прям вот жажду как вот курочку попробовать она правда вываливается ноги появились ничего страшного булочки бабули что как вас звать уважаем продавец продавец у нас товарно-денежные отношения вас как звать говорю вас быть их развернут другую сторону как чебен виктория владимир она очень приятно не догадываетесь что это что смысл не продается он лежит на прилавке как и все продукты мышь не с подсобки у вас взяли контролер давайте сюда мышь не с подсобки это взяли нас бы там не пустили с как все все с прилавка как говорится как на базаре вот этот вот тоже чё и такое курицы куда-то бежать собралась не пойму что же без ноги юные как так давайте сюда своего администратора директора кто-то где администратор давай сюда его по команде будешь за все отвечает куда убираете я это покупаю виктория да вот я это покупаю чё безденешний пришел сюда смысле не могу смысле на весах где выбрали там есть ценник и номер клавиш я не шарю я пришел увидел товар взял товар вот пришел положил как этот товар пошел взял чё я буду бегать ваши цены там смотреть еще раз виктория положите назад вы меня слышите нет как мужчину давайте вызывайте своего то вот здесь директор отвечает администратор сейчас будем конфисковывать все отдельно и сразу в мусорку а вы это людям продаете которые товар уже в мусорке должен от муж его оттуда взяли его вот курица тоже на крылья распустила бы не дала и немножко упаковка выбежать потому что видать упаковка нарушена а может вы сами будете есть наверно вот это вот бессмертными быть где конфликтная ситуация возникла стопор мне мне вот не а знаете чего удивляет возможно невозмутимость нарушение пилотами почему постретию среди вы что не реагируете не пойму вы сзади сидите почему не товар товар блин просроченный продаете как и здесь но вы сами не слышите я них я стою вы не реагируете спиной сидите к просрочке м а вон товар продаете мы говно людей русских травить им ни стыда ни совести у вас нету не прореагируйте никак вызывайте своего директора который лежит там где у вас там на пляже он лежит отдыхает вызывайте вызывайте обычно в нормальных магазинах директор приходит решает ситуацию у меня в светофор директор приехал а зачем вы устроили зачем но ты туда не приезжай а мы там предулок вот конфликтуем вот уже уточните слушай вас что-то случилось говорят что вы блокируете работу вот покупки хотят сделать лучше разобраться кто вызвал чтоб уже понять ситуации вот смотрите улица побежала Так должно продаваться? Вот промаркировано. Почему продается? Позовите администратора. Вызывал его все? Вызывал его все. Смотрите, мы сделаем так. Я вызвал ученского, я позвонил в полицию. Сейчас они приедут и будут коммуненты разбираться. Мы не сейчас покупали. Хочу, да. Я его представитель законного. Кто там кае, дурист, имя, отчество, фамилия? Можете ко мне, вы... Просто Никоил, что вы хотите? Вы от меня что хотите? Голос, стише, сделай! Миша! Миша! Миша, Миша! Вы от меня что хотите? Вы от меня что хотите? Вы от меня что хотите? Павел! Павел! Пройдите, пожалуйста. Пройдите, пожалуйста, скасывайте территорию, значит, вам будут применены спецсредства. Ты применишь? Применю. Ты чё, говна сожрал, блядь? Примените вам спецсредства. Ты подсюда и ты сейчас расслабляешься, как ты можешь. Примените туда. Ребята, давайте это самое, тональный сбой. Возил его, и мой расчет. А что, тебе тубинка поможет, что ли? И ты чё, охрану, что ли, поможешь, что ли? Я не с вами разговариваю. Я не с вами разговариваю, я с этим человеком. Я здоровье похважаю на то, что спецсредства принимаю. Уважения на всех. А у вас, по-моему, уважения нет. Нет уважения, тебе нет. Вы что-то накинули со всех сторон. Болчары, что ли, подзорные, я не могу понять. Мы решаем вопрос проблем. Мы решаем вопрос по нормальному. Базарки. Ребята, кто начинал? Базарки, кто начинал? Кто начинал? Пусть оплачивать будете вот этот товар? А там еще тележка, вторая. Вторая тележка. Вот товарщик будет маркирован. Вы что? Вы вызывайте администратора, пусть маркирован. К администратору убежал разговор. Можно? Мужчина, вы правили? Вы правили? Вы правили? Вы правили? Вы правили? Человек. Примуживание будет маркировать. Ай-яй-яй-яй. Тоже не промаркировали. Смотрите. Опять не промаркировали. Ай-яй-яй-яй. Сколько тележек надо? Вы отказываете? Вы отказываете? Представите право. В смысле? 12.1. В четвертом, по-моему, или в пятом, Денишевом. Вы обязаны предоставить. Я обязан. Цель вашего обращения на помощь. Достоверите, что вы охранник. Мало ли. Мало ли. Все. Предоставите. Все. Мне нужно убедиться. Давай ты год уже брал. Недостаточно одного. Недостаточно одного. Вы же два разных человека. Вы же не братья. А продление. Так. Гражданинский... Николаевич, продление, пожалуйста. Вы тоже обязаны. Последний... Все, вот с этого храна начинает. До какого я чемпионизма? Здесь. Больших, хоть при маленьких. Понял. Виктория... Я сам себя самую почему. Вы же мужчина грамит. Мне непонятно. Вы же охрана. Вы же общественный порядок... К ним смотрите. Они, кто нарушает какой-то общественный порядок. Раз ее кто не нарушает... Георитически, возможно был срыв маркировки в магазине. Вам или этим гражданину. Это? Посмотрите камеры, пожалуйста. Камеры, пройдите, посмотрите. Будем смотреть камеры. Мы потом будем смотреть камеры. Мы почему не промархеновывались? Будем искать виновного. Вы спрашивали, кто вызвал. Идите, найдите человека, кто вас вызвал, и уточните. Чего уложить, если покупать человек хочет? А вы у него забирать пытаетесь? А вы видите, вы охрана, в общем, в порядке. А вы не охрана, вы не упадете свои права, получается. А зачем вы не можете товар, когда я взял, если его покупаете? Вы на полноставание у него забираете, в тележку складываете, обесите. Этот товар через кассу пройдет невозможно. Поэтому нужно разобраться. Почему его нельзя пройдить через кассу? А вы с тем собираетесь разбираться? Сейчас мы с администратором разбираться. Где администратор, кстати? Он конкретно вы представили с покупателями. А вы можете с покупателем разбираться. У вас на этом полномочия нету. Вы сторож, вы прибежали и смотрите. Вы покупателем приезда полиции. Не важно покупателю разбираться. Некомпетентно разбираться и заставлять административный материал. Складывайте дальше в тележку. Вы сторож, двери охраняйте и все, чтобы полиция приехала. А я запрещаю складывать. Я запрещаю. Это его талант. На каком основании? Это мой товар. Данный товар, еще раз говорю, не может быть пробить. Обличная оферта. Он увидел товар, захотел, взял. Ему обязаны продать. Теперь вы подтвердите, что вы не сорвали этикетку с этого товара. Полиция приедет и будет подпишем его разбираться. Нет этикетки на товаре. Нет этикетки на товаре. Не прыгайте выше головой. Давайте так, этикетка на товаре есть, может быть пробить через капу. Нет, товар убирается, товар убирается. Все, товар убирается, убирается. Давай, товар, где дальше? Давай, оптим, куплю вам. Не надо, оптим. Он же скорая подъехала. Кто вызвал скорую? Кто-то отправился, наверное, уже. Будьте добрым, идите, пожалуйста, с кассовой зоной. Нет, нет. С кассовой зоной. А что вы начинаете свои условия, диктовая? Выйдите, пожалуйста, из кассовой зоны. Зачем? А примите его физическую зону. Это не кассовая зона. Выйдите, пожалуйста, из кассовой зоны. А где кассовая? Вы стоите в кассовой зоне. Кто ко мне обращается? Кто ко мне обращается? Рудман Геннадий Николаевич, охранник. Это ваша просьба? Просьба? Да, это мое требование. Пребование? Законное? Законное? Законное требование, потому что я отвечаю за безопасность данного учреждения. Вы находитесь в кассовой зоне. Тут никого нет. И мне нужно, чтобы вы, пожалуйста, отошли. Что вы меня толкаете? Потому что вы находитесь в кассовой зоне, я попросил вас. Вот как за просрочку-то он дерется-то, а? За просрочку дерется. За просрочку. Вы мне физическую боль создаете. А все будет... Можно пойти? 6-1-1 поедет. Пойти можно? Вот как же такое, товар-то забирает. Можно или как? Ну вот, видите, беспредел происходит. Все, по 6-1-1. Нас командовался. Наверное, директором тебя делать надо, наверное. Удостоверение закончилось. Все, первый, второй. А что, охранник-то, пожалуйста, что мне не сказали? Я тоже... Пусть бы меня хоть полкал. Встань, посмотрите. Вот он здесь стоял. Вперед встал. А я тоже встану. Я хочу, чтобы вы боролись не товарищи, панамайка. Макаша, ты переглядь все отлично. Тебя из ленины покровают. Сейчас должны еще разграбить полицию 6-го рок-напрошу. Нази на себя. Мне охранник говорит на что? Купите другую булочку. Да извини, я с маком не ем. У меня аллергия на мак. Я хочу именно вот эту булочку. Он говорит, нет, ты жри, блядь, вот эту булку. Нет, ты жри вот эту курицу. Потому что эта курица не такая. Потому что он любит другую курицу. У охраны тебе новая обязанность. Да. Он контролирует, кому покупать на эту жрать. Что покупать? Что покупать? И как покупать, главное. Кто ты такой? Охранник. Что? Себя поверишь. Какая разница? Вот пробивается. Мои права нарушаются. Права какие? Потому что меня не обслуживают. Согласны? То есть это называется права потребителей. Я вот на вас доведу просто. Я вам говорю, я хочу купить товар. Я вам еще раз говорю, вы можете приобрести товар, не проблема. А почему вы выбираете, что мне покупать, что нет? Вы этот товар приобретете. Вы сейчас за эту прослушку состояли. А как он может быть маркировал? Скажите. Вот как вы мне можете доказать, что эта булка сделана сегодня? Докажите. Докажите мне. Да вы до сих пор не поймете. Пробивайте. Я не буду заниматься. Если вы не занимаетесь. Так вы ничего сказать не можете. А нога, которая вдувалась. Поэтому разбираться, кто должен маркировать, кто должен маркировать. Аппетит разыгрался. Пока ждали. Я разыгрался аппетитом. У покупателей такое бывает, когда нарушают их гражданские права и закон потребителя. Вы можете покупать. Гражданин охранник. Можно жевачку покупать? Жевачку можно покупать? Ваше разрешение, она спрашивает. У меня разрешение. Вы сейчас хотели, если я проснул. У меня разрешение, спрашиваю. А почему вы трогаете мой товар? Это не ваш товар. Так и не ваш товар. А на коже товаре вы его трогаете тогда? Это товар. Кто вам дала право его брать? Все-таки. А так, ну не ваш же товар. Я сейчас же не ваш товар. Магазин. Вот. А, вы наверное думаете, что мне денег нет? Только вы его оплатите, этот товар станет вашим. Да я и хочу платить. А вы препятствуете оплате товара? Я же говорю, я не препятствую. Как это на камеру все было видно. Еще раз. Вы дергивали. Возможно, по причине и возможности пробить его через вас. Это не моя проблема. Но это моя проблема. Поэтому мы сейчас будем решать эту проблему. Так это не моя проблема. Так же ли? Будем решать эту проблему. Нет, вы не должны маркировать товар. Маркировать товар должен другой человек. Где он? И по какой причине отсутствует маркировка на данном товаре, мы в дальнейшем будем разбираться. Ну идите разберитесь. Посмотрите видеозапись. Либо он не был замаркирован. Либо вы сняли эту маркировку сами. Либо снял кто-то другой. А тогда можно менять? Вот стоит человек. Не видно что ли? Нельзя. Что вы меня толкаете? Нельзя камера. Зачем вы меня зажали тележкой? Уберите тележку, я выйти хочу. Тележку выдвиньте. Выдвиньте аккуратно тележку. Я выйти хочу. Вы меня тележкой прижали к кассе. Вам тоже это учили, наверное, в охране? Мы уже в охране учили прижимать. Дайте я... Вы, наверное, в детском шаге учили заходить туда, куда нельзя. Что значит нельзя? Где написано, что нельзя? Это написано в инструкции. В служебных. Можно? Не мешаете? А он сейчас служит кому? Подождите, вот здесь выйдите. Да что вы меня давите тележкой? Вы можете ее отодвинуть, я выйти хочу. Выдвиньте, пожалуйста, в кассовой зоне. Не нужно есть препятствовать к работе. Вам не препятствовать жабачки. Да, поменяется? Просто препятствовать. Верра, касса. А я тебе не помню. Потомальчик вы препятствует. Если препятствует работа, это называется. Вы решаетесь в моем порядке. Так давайте выписывайте еще. А что? Вы полномочий, да? Колбайок. А у нас полномочий нету что? Мы просто чексируем правонарушения. Так что по сути вы зафиксировали? Просто питаться не напомню. Зафиксировали? Да, конечно. Заявление напишите? Заявление напишите? Заявление напишите? Можно записать заявление? Зачем? Вы же видите, что нарушение какие-то. Ну как будет нарушение? Да вы не в кассовой зоне стоите. Вы стоите около кассы. Это разные вещи. Да, с вами. Вы бы лучше свою работу выполняли, чем херней заниматься по жизни. Отравиться. Вот что вы бы лучше делали. Я понимаю, у вас работа еще лучше, раз вы херней это не занимает. Ну вы знаете, мы хотя бы не хотим, чтобы травили людей. Если вам насрать на самого себя и на других, это лично ваши проблемы. А что вы так ехали никому? Зачем? Задерживайся. Зачем приехать? Кто вызвал? Кто вызвал? Застегнитесь некрасиво. Да я уже сказал, он говорит, так нормально. Некрасиво, не фотогенично. Не выйди. Базара нет. Я просто меня не делаю. Мы просто правопорядком занимаемся. Так мы приехали. Мы ничего не нарушаем. Так и все. Ну к вам проблем что? Он долган. Я не приобретаю. Продолжение следует.